Я не понимаю, где наша основная армия, которой мы так гордились, и которой говорили, что у нее 70% уже перевооружения современным оружием и так далее. Наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг. Сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи. Где это все? Я не могу принять то, что я не понимаю. И его армия из уголовников, которые... Вот опять же, абсолютное игнорирование права. Во-первых, у нас в Конституции написано, что частных военных компаний у нас быть не может. Сегодня проезжала по Москве, видела билборды «Записывайтесь в ЧВК». То есть это билборд, который висит в столице нашей страны с призывом записываться в незаконное, неконституционное воинское формирование. Что это? Есть такая фраза, которую я очень люблю, потому что она ничего не значит. Я могу повторять ее день и ночь. Нужно всем научиться действовать в рамках закона. Только в рамках закона. Но самая главная обязанность – это действие в рамках закона. Можно бороться друг с другом только в рамках закона. Всегда действовать только в рамках закона. И вот это непростое дело. Все должно быть только в рамках закона. Вот это самое главное. Это, конечно, тонкая грань. В рамках закона Взятие Донецкой и Луганской областей Сохранение Крыма Что будет победа? Вот когда я слышу этот лозунг Объясните, что будет победой? Взятие Львова, Польши, Киева Никто не объясняет Если говорить о заявленных первоначально целях Демилитаризация и деноцификация То судя по каждодневным докладам Коношенкова Сколько сбито самолетов Уже вся армия Украины практически уничтожена Вон, Игорь Коношенков транслирует уверенность Каждый день по несколько раз Заряжает таким эмоциональным драйвом всех остальных А представляете, что это такое? Значит, демилитаризация прошла Но поступает новое вооружение Современное, западное Тогда что, мы демилитаризируем НАТО? Но это несбыточная цель Все те, кто более-менее понимают ситуацию Они приходят в ужас От того, куда коллективный запад ведет человечество Путин, конечно, не сумасшедший Но еще меньше, чем сумасшедший Путин самоубийца Он не сумасшедший, но и не самоубийца Это здесь у вас какая-то неточная информация Ну ладно, он дайдиот Но те, которые потребляют этот информационный продукт Совсем оскотинились Какого-то импульса для подъема морального духа россиян Не наблюдается Женьке вон в ипотеку новый телефон взял Что случилось? Уведомление этот госуслуг потом посмотрю Это яркая демонстрация слабости В администрации президента команды Кириенко Который сам харизмой не обладает И все, к чему прикасается, превращает в душное, застойное мероприятие А-ля поздний Брежнев времен афганской катастрофы С этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся А некоторые говорили, как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией Это не шутка, это высказывание конкретных политических деятелей прошлого из западных стран Путин стал никаким Следует признать, бывший серый кардинал Путина Сурков Нарушивший год немоты своим сталинградским тропарем Добротно описал дух безвременья Ведут куда-то вниз крутые дни Простим друг другу то, что мы не боги И ничего не можем изменить Пророческие слова Неспровержение мифа Всесилии вождя и грусть об утраченных возможностях Минувшую неделю имели место наступательные бои российских войск под Авдеевкой Неудачные Теперь перейдем к Донецкому фронту Уже после Пасхи наши войска предприняли очередную попытку обойти Авдеевку с юга в районе населенного пункта Водяное Эта операция очередной раз Даже не знаю сколько это Даже не знают сторожилы, потому что сторожилов в подразделениях, которые там воюют практически не осталось Но она очередной раз закончилась неудачей С большими потерями для наших войск Не прогнозирую успеха на Донецком фронте с нашей стороны Попытка насадить избранные и четко выверенные страницы исторического прошлого лишает адекватности Разве можно искать опору в миражах? Плести канву будущего исключительно из гипертрофированного реваншизма и обиды Нельзя жить только прошлым Я уже много раз об этом говорил Это ведет в никуда Прошлым жить нельзя Нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее Кремль шлет в мир неконструктивный страх Корни которого в стыде за систему, развалившую СССР Отсюда все начинается Путин – типичный продукт советской номенклатуры Думающий лишь об украденных у России богатствах Больше всего на свете этот крест современности Опасается за свою колоссальную кубышку Он дрожит от мысли о приближении преемников Готовых выпотрошить его несметное богатство И их передел, по самым скромным оценкам, займет целую пятилетку И способен обогатить тысячи подросших на голодной пайке новых дворян Самый богатый человек не только в Европе, но и в мире Сурков, когда писал про приближение взрыва социального реактора в стране Давал четко понять, в 2021 году ситуация напоминает 1905 год Который привел к революции, сломавшей впоследствии хребет царизму Путин нашел выход и окунул будущих бунтарей в ад войны Вот в чем смысл нашей операции Уроки страшной трагедии, которые привел нацизм человечество в 20 веке Не должны быть забыты Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны Жестко реагировать на попытки фальсификации истории Противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма Попытка во второй раз продать товар 80-летней давности Указывает на гигантский разрыв между выжившим из ума вождем и основной массой населения Хотя ностальгия по СССР все еще теплится в умах определенной прослойки Но это точно не мейнстрим Какие-то были плюсы и там, и плюсы и здесь Какие были плюсы тогда? Просто мы моложе были намного Да, и, как говорится, было веселей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok